Показали, что у нас незрелый политический класс. Это нам демонстрирует весь опыт нашей независимости. Он незрелый, он недееспособный отчасти. Там очень мало людей, которые готовы действительно работать. Не просто, вот я стал там министром, у меня, допустим, два года, я должен себе украсть так, чтобы мне хватило мне, моим детям, моим внукам и так далее. Видите, если нашей страной, которая 25 лет находится в переходном периоде, перевода детранзиций, руководит незрелый политический класс, 25 лет, то куда мы идем? А у нас нет другого класса, у нас нет другого выбора. У нас даже человек в 18 лет уже становится совершеннолетним и отвечает за свои действия. И считается уже более-менее адекватным. Страна, которая 25 лет независима. Почему у нас до сих пор незрелый политический класс? Потому что нет гражданского общества, которое бы давило на этот политический класс, заставляя его созревать. Не было нормального, потому что 20 лет мы из этих, 25 лет, мы больше ориентируемся на Россию, которая была в общем-то все равно, что у нас происходит в плане коррупции, экономики. Их эти вопросы вообще не интересуют. Только будьте нам лояльны и делайте там у себя что хотите. Вот поэтому у нас не было условий для созревания этого политического класса. Это же понимаете, это не происходит. Цветок не вырастет просто так на камне. Его надо как-то удобрять, как-то с ним работать. А кто у нас этим занимался? Мы все сидели и ждали, что придет добрый батюшка царином, пришлют откуда-то из Москвы, он все нам вылечит. Так не бывает.